Никита Иванович, мы с вами обсуждаем текущую новость, наиболее сейчас обсуждаемую, о том, что в первом квартале 2024 года суммарный отток капитала из России составил 28 миллиардов долларов. Насколько этим цифрам можно верить и можно ли сказать, что такие цифры, они сильно влияют на постсанкционную экономику России? Мы понимаем, что с учетом санкций экономики, вероятно, недостает этих средств. И можно сказать, что вот именно такой объем, он достаточно сильно влияет? Ну, знаете, я бы сейчас предпочтел говорить не о ботоке капитала, потому что, собственно говоря, в том виде, как он происходил раньше, еще, скажем, в нулевые или в десятые годы, практически сейчас свелся к минимуму. У нас, наоборот, идет масштабное вращение из офшоров и связанное с этим процессом движения капитала. Поэтому здесь, я думаю, сейчас корректнее говорить о росте зарубежных активов Российской Федерации. И за 4 месяца они составили действительно 32,2 миллиарда долларов долларов в эквиваленте. И вот здесь вот, я с вами соглашусь, это далеко не всегда однозначно положительный эффект для экономики. Почему? Ну, в первую очередь, если посмотреть, давайте посмотрим на структуру вот этих самых зарубежных активов. Значительная часть там, действительно, это такая классика, которая попадала всегда и в отток капитала. Это погашение обязательств перед нерезидентами. Ну, взяли по кредитам, государственные, корпоративные. Ну, естественно, погашение обязательств, это разграничное движение капитала. Это, в общем, в принципе, абсолютно справедливый процесс. Сейчас он достаточно незначительный. Потому что, вот скажем, в апреле месяце погашение составило всего-навсего 3,6 миллиарда рублей. Из этих самых сумм 32,2. Хотя еще в марте это было бы чуть-чуть больше 8, гасили, так сказать, обязательства. Затем, конечно же, это выведение активов теми компаниями, которые уходят из России в силу разных обстоятельств. Но это, в общем, сумма не слишком значительная. По, скажем, по апреле месяце это чуть-чуть больше 1 миллиарда долларов. 1,3 ушли. Третья позиция это приобретение активов за рубежом. Вот здесь вот уже начинается как бы теплее быть. Что это такое? Это, ну, скажем, в ситуации с Индией, которая происходит, а мы с другими тоже странами. Это в силу того, что у нас возникают проблемы с трансграничными расчетами за экспорт, допустим, наш. Что нам, индейцы, предлагали выравнивать эти дисбалансы за счет вложения в государственные ценные бумаги, в ряд корпоративных бумаг, которые они там определили. Но также вкладывать в уставные капиталы тех совместных предприятий, которые мы там будем создавать. В принципе, с точки зрения долгосрочного, долгосрочного какого-то трека, то это не потери, это, может быть, наоборот, даже еще и определенные преимущества. Потому что укрепление позиций на рынке и на фондовом, и на реальном, это все справедливо и замечательно. Но здесь и сейчас, и в минуту, это означает то, что вот эти дамы, эти значительные суммы, они находятся за рубежом и при оплате на экспорт, они, допустим, не вернулись в Россию. Вынуждены использовать такую вот хитрую схему. Таких средств немало, потому что, скажем, по тому же самому, по четырех месяцам, то составляет по оценке Центрального банка более 17 миллиардов долларов. Наши вынуждены инвестиции в зарубежные активы с тем, чтобы решать вот эту проблему, решать проблему платежей. И, наконец, последний момент, связанный с этими суммами в 32 с лишним миллиарда, это то, что, и она на самом деле главная, она по отдельному весу побольше, чем все остальные вместе взятые, это наши зависшие платежи за поставки экспортных товаров Российской Федерации. Лаги усиливаются, они эту тенденцию видели уже многие месяцы и в прошлом году, но сейчас этот активный процесс развивается в силу того, что многие наши партнеры находятся под риском вторичных санкций, введенных в Соединенные Штаты миротношения, скажем, прежде всего, финансовых институтов, дружественных нам стран, еще в декабре, и вот сейчас мы проходим через такую как бы пиковую нагрузку, когда, да, мы свой товар поставили, естественно, в статистике торгового и платежного баланса мы отчитались, что это все-таки наше превращение, а реально деньги зависли, они не пришли производителям, скажем, или экспортерам. И поэтому вот эта вот разница, она и составляет значительную часть вот того, что сегодня очень многие называют оттоком капитала, но, по сути дела, это вынужденное нахождение, так сказать, части российских активов за рубежом. Но, опять-таки, это отражается на динамике платежного и торгового баланса, и прежде всего, конечно, на курсе доллара. Ну, и, скажем, у нас вот проблема, она достаточно существенная, скажем, в отношениях Китая и России, потому что, как недавно, как раз в канун визита Владимира Путина в Китай, опять-таки, газеты South China Morning Post, они высказались о том, что там в марте был действительно пиковый взлет вот этих самых приостановки взаиморасчетов, и были приостановлены расчеты, примерно покрывающие 80% месячного экспорта в Российскую Федерацию. Это серьезная проблема, и случайно, что в тексте совместного заявления Владимира Путина и Синзенпина по визиту эта проблема упомянута. И обе стороны, естественно, договорились о том, что они его активным образом решать. Ну, пока детали, они вполне понятны, но, в общем-то, если говорить в общем, то это, конечно же, усиление взаимодействия и выстраивание таких шлюзовых переходов между двумя системами нашей системы российской, аналогом SWIFT внутренним, систем быстрых платежей Банка России, и аналогичная система, которая действует в Китае. Между ними, естественно, нужно выравнивать, выстраивать шлюзы с тем, чтобы избежать вот этого самого попадания наших участников, попадания контрагентов вот этих самых торговых операций. Естественно, у нас под первичные санкции, у китайцев под вторичные. Вот и такая ситуация, она, собственно говоря, сегодня, вот если смотреть анатомию этого, так называемого, анатомия капитала, она именно такая. Это не показатель того, что мы как бы, бежит капитал у нас по всяким разным причинам, это было, да, но с этим как бы успешно удалось в большей мере справиться, но вот это вот фактор нарушения, деформации механизма международных платежей расчетов, он, конечно, играет свою роль. И это, на самом деле, имеет определенные такие непростые последствия для экономики. Первая из них связана с тем, что задержка платежей, она ведет, так сказать, к некому искажению динамики счета текущих операций, который является главным фундаментальным фактором, формирующим в долгосрочной перспективе курс рубля. И отсюда мы видим, как только возникла вот эта вот проблема с начала года, и особенно в марте и в апреле, то мы увидели, в общем, очень серьезное ослабление курса. Это связано с тем, что у вас начинает, так сказать, трясти и плохо выстраиваться баланс спроса и предложения на валюту, потому что просто предложение, оно резко сокращается. В данном случае, ну, даже неважно, это доллар и евро, даже если юаней у вас нет, а их не было в первую очередь, то тогда и возникали, естественно, всякие разные проблемы. А ослабление курса рубля – это всегда нежелательно, крайне нежелательно с точки зрения влияния ее на инфляцию, потому что всегда есть эффект переноса ослабления курса на внутренние цены. Он, правда, работает, так сказать, с достаточно сильным лагом в несколько месяцев. Но то, что вот сегодня происходит, это, в общем-то, ну, смотрите сами, если у нас по, по-моему, среда у нас была 15 мая, да, в среду публиковал, естественно, Росстат и Минэкономразвитие свои оценки, но у нас сейчас годовая инфляция выше 7,9%. Это достаточно серьезно, тем более, что мы еще год заканчивали 7,4% в прошлом. И поэтому сейчас вот это вот влияние всех этих вот курсовых, так сказать, через курс влияние вот этих вот заморочек в области международных платежей и расчетов, оно влияет, в том числе, и на внутренние цены, по крайней мере, да. Мы можем быть уверены и согласны с прогнозом Центрального банка, что в этом году, скорее всего, годовая инфляция опустится где-то, ну, будет она там, по верхней планке 4,8%, ну, скорее всего, может быть, где-то около 5%. Но сейчас она может практически почти 8%, и, собственно говоря, это означает, что, да, еще впереди у нас целый второй квартал вот этого самого достаточно высокого инфляционного давления, которое начнет снижаться несколько позже, чем предполагалось ранее, где-то к середине, наверное, третьего. А если к середине третьего, то до этого времени у нас будет держаться ставка Центрального банка на 16%, может быть, даже еще и взлетит на один процентный пункт, что, в принципе, крайне нежелательно для динамики деловой активности. Может быть, она резко и не ухудшится, но зато она, конечно, резко и не вырастет. Вот это, собственно говоря, следствие, если переводить на обычный, так сказать, человеческий язык, а почему нежелательны такие объемы зависших за рубежом активов, да вот просто потому, что, в конечном счете, мы через ослабление курса получаем, так сказать, влияние на инфляционное давление, на темп просто цены и, естественно, на деловую активность, что, в принципе, уже может сказаться на темпах годового роста внутреннего продукта. Никит Иванович, по поводу зависших активов и вот этих проблем с возвращением денег в Россию, есть ли какие-то меры противодействия этому, разумеется, экономически, может быть, политически со стороны России? Ну, знаете, главная мера – это находить общий язык с партнерами, искать компромиссные решения, предлагать какие-то свои, так сказать, варианты и, собственно говоря, мы в этом направлении движемся, потому что проблема вот этих самых дисбаланса рупий и рублей, она все-таки отчасти уже начинает решаться за счет того, что индейцы пошли на… у них сложное такое жесткое очень валютное законодательство, но они, естественно, отозвавшись на наши предложения, пошли на то, что, ну, хорошо, мы, конечно, в целом не можем изменить наше внутреннее законодательство по валюте, но давайте тогда вот эти вот зависшие рупии, вы же сами говорили, что давайте в национальных валютах, ну, давайте, ну, а теперь вот как вы эти самые рупии будете использовать? Ну, вкладывайте в нашу экономику. И, собственно говоря, этот процесс начался, это, может быть, так сказать, вложение в государственные ценные бумаги Индии не такие прибыльные, но, по крайней мере, это не потери, это не убыток, это у вас квартальные, так сказать, купоны, которые вы получаете, собственно говоря, это… потом, когда вы уже в этой экономике, вы начинаете все лучше понимать, и перспективы развития отношений, они как-то становятся более, что ли, системными, более долговременными, более уверенными. С китайцами сейчас тоже, очевидно, будет вот это вот решение, найденное через шлюзование взаимных двух систем. И такие с другими партнерами, очевидно, тоже такие, возможно, решения всякие разные. Помните, что у нас есть… Были определенные проблемы с Турцией, они остаются, но это тоже пока еще не ясно, как будет нам решаться. Но было предложение создавать некую, так сказать, третью структуру такого совместного характера, который обслуживал бы российско-турецкий торговый оборот. Но, в принципе, конечно, впереди это развитие многосторонних клиринговых расчетов. Вот. А на основе их уже выстраивание неких таких международных расчетных единиц, ну, хотя бы в рамках БРИКС, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Ну, вообще, везде, где, со всеми теми партнерами, которые к этому периметру захотят присоединиться. Это вопрос сложный. Это вопрос, так сказать, крайне пока не быстрый, но, по крайней мере, он понятный, как это делать. И здесь, естественно, это… Ну, можно говорить об этом долго и много, потому что разные схемы сегодня обсуждаются. Но принцип такой. Вначале создается многосторонняя клиринговая, так сказать, палата. И дальше она обслуживает, так сказать, расчеты с использованием цифровых активов. Вот. И некая, так сказать, условная единица, она может быть либо привязана к золоту, либо к корзине биржевых товаров, которые будут, естественно, согласованы всеми участниками, странами-участницами вот такого рода пространства. Но такое решение есть. Сейчас, конечно, мы, я думаю, что в этом году достаточно основательно продвинемся вместе с партнерами, потому что это год председательства БРИКС. И, собственно говоря, насколько можно понять, вот наши, так сказать, и финансовые власти, и денежные власти активно со своими партнерами эту идею обсуждают. Процесс не быстрый, но процесс, по крайней мере, который идет в створе. Ну, скажем так, я бы подчеркнул, что это на неком векторе развития мировой валютной системы как таковой, когда, с одной стороны, естественно, мы понимаем, что без цифровых аналогов национальных валют она уже до конца этого десятилетия существовать в таком первоздатном виде не сможет, поэтому это все будет запускаться. Ну, а это, естественно, повышает и безопасность расчета, и их скорость. Но в то же время, конечно же, здесь надо иметь в виду, что и риски тоже будут другими. Потому что, скажем, цифровизация вот этих самых, вот этого расчетного, международного пространства, она увеличивает, она резко сокращает время транзакций, но, с другой стороны, увеличивает время перетока в нашу экономику либо инфляционных импульсов от партнеров, либо, наоборот, дефляционных. И сейчас предугадать это все, как будет происходить, крайне сложно, потому что опыта внедрения вот этих самых цифровых валют или расчетов, опирающихся на цифровые активы, вовсе-таки достаточно мало, чтобы делать далеко идущие масштабные выводы. Но, тем не менее, работа в этом направлении идет, и не только, так сказать, в России, но и у многих наших других партнеров. Китайцы активно по цифровизации юаня продвигаются, практически цифровой юань работает на внутреннем обороте, правда, конечно, прежде всего в виде такого продвинутого электронного кошелька. Мы вот сейчас вот тестируем свой цифровой рубль, поэтому впереди, я думаю, что построение некой такой новой, так сказать, системы уже международных платежей и расчетов, особенно в банковской сфере, которая придет, естественно, на смену SWIFT. Но это и во всем мире происходит. Сегодня свыше 80 центральных банков либо тестируют, либо уже свои прототипы цифровых валют, либо занимаются активной разработкой. И поэтому здесь могу только сослаться на одну такую оценку первого зампреда Ольги Скорнабатовой, зампреда Центрального банка, которая сказала, что SWIFT, конечно, да, но это вот, это было в свое время, ну, революционное решение, которое облегчило жизнь, так сказать, финансистам по всему миру, особенно в условиях глобализации. Но вы понимаете, что это, в принципе, с точки зрения развития связи, это телетайп. Это даже не интернет. А вот использование цифровых финансовых активов и выстраивание на основе их различного рода таких международных расчетно-платежных схем, это уже, конечно, такой финансовый интернет второго-третьего поколения. Но это ближайшая перспектива. И, скажем, какие-то уже узлы вот этой системы мы увидим к концу десятилетия наверняка. Субтитры сделал DimaTorzok